Добрый день! Сегодня хочу предложить вашему вниманию обзор смартфона от компании Samsung. Samsung Galaxy Core с LTE. Модель называется SMG386F. Идет продолжение линейки Galaxy Core от компании Samsung. Давайте посмотрим, что входит в его комплектацию. Сам смартфон в белом цвете. Краткое руководство, аксессуары, горячая линия Samsung, магазины фильмов, играх, приложений и гарантийный талон. Аккумулятор 2100 мАч, стереогарнитура в белом цвете с разъемом с половиной. Наушники, таблетки. Черный кабель microUSB. А также зарядное устройство с током зарядки 1А с выходом USB. Телефон представляет из себя 4-фактор моноблок. Дисплей здесь 4,5 дюйма. Технология здесь TFT-дисплей. Здесь у нас датчики приближения освещения. Фронтальная камера 0,3 мегапикселя. Внизу одна механическая клавиша и две сенсорные. Справа кнопка включения. Слева качель громкости. Сверху разъем 3,5. Снизу микрофон и выход microUSB. Задняя крышка под искусственную кожу. Очень удобная на ощупь. Удобно не скользящая в руке. Также плохо остаются следы от пальцев. В принципе, удобно. Здесь чуть выше кнопки включения есть выемка для снятия задней крышки. Представляет нам доступ к слоту карты памяти microSD до 64 гигабайта и слот для microSIM карты. Взади камера идет 5 мегапиксельная со вспышкой, автофокусом. По сравнению с обычным Galaxy Core здесь больше дисплей на 0,2 дюйма. Здесь мощнее разрешение. Здесь мощнее аккумулятор. Аккумулятор в старом коре 1800, здесь 2100. А так, в принципе, и LTE. То есть данный телефон поддержит LTE. Вот основные по отличиям. Здесь размер дисплея. Далее идет у нас разрешение дисплея и батарея и LTE. Ну и конечно же сам дизайн. Здесь еще по периметру идет серебристая окантовка. Прекрасная задняя крышка. Удобная. Итак, включили. В быстром доступе у нас, как обычно, беспроводные сети, Wi-Fi, GPS, звук, поворот экрана, Bluetooth, свайп влево мобильные данные, режим блокировки, доступ к Wi-Fi, S-BIM, NFC. В настройках здесь, как обычно, идут 4 вкладки. Первый идет сетевые подключения, здесь беспроводные сети и связи. Мое устройство. Здесь экран блокировки, дисплей, режим блокировки, вождение, специальные возможности, языквод, смарт-экран, учетные записи. Здесь понятно все. Настройка учетных записей, синхронизация, облачное хранилище, резервное копирование. В опциях, здесь местоположение, GPS, диспетчер файлов, батарея. Батарею здесь можно выставить в процентах, чтобы было видно. Память здесь у нас 8 гигабайт, как видим на устройстве. Доступно около 5,5 для пользователя. Ну, нет, я сейчас доступно меньше, поскольку я приложил изображение, частично поставил, частично тесты, поэтому сейчас будет немного меньше. Ну, 3,62 у меня. Ну и об устройстве. Версия Android 4, 2, 2. Телефон очень удобно лежит в руке, благодаря небольшим размерам. Здесь толщина его 9,8 миллиметра, ширина 66, так, 132. Очень удобно в руке, очень прекрасно, интересно смотрится. Экран достаточно яркий, несмотря на свою TFT-матрицу, с очень неплохими для TFT-матрицами углами обзора. Давайте посмотрим, как работает интернет. Моментально загружает. Отзывчивый дисплей чувствуется неплохая. В принципе, у Samsung всегда очень хороший дисплей по качеству обработки нажатий. Как мы видим, двухъядерный процессор здесь быстро обрабатывает. Также здесь гигабайт памяти оперативный. Позволяет, как мы видим, использовать анимацию. Тоже серфить в интернете на нем очень удобно. Шустро, по крайней мере, в встроенном браузере. Никаких проблем по открытию, воспроизведению каких-то дополнительных опций. Менюшек здесь нет. Быстро это происходит. Удобно. Всем привет! С вами Александр. И сегодня мы рассмотрим смартфон от компании LG. Как видим, никаких проблем. Очень быстрый браузер. Понравился отзывчивостью. Камера. Камера здесь обычная. 5 мегапикселей. Режим здесь авто, ночь, спорт, панорама. Фото со звуком, непрерывная съемка, лучшее фото. Из настроек у нас здесь размер фотографий. Максимально 5 мегапикселей. Режим фокуса, автофокус или макросъемка. Экспозамер. Чувствительность у нас идет либо автоматическая, либо 100, 200, 400. При видеосъемке размер у нас 1280, 720 HD. И общий тег GPS, клавиша громкости, включение зума, таймер, баланс белого, значение экспозиции, сетка, вспышка. Контекстное место с файла, куда сохранять память устройства или карты памяти. И сброс. Давайте попробуем сфотографировать. Зуммирует быстро. Как видим, четкая фотография. Четко видно все мелкие символы, буквы, низко жены. Точно, несмотря на 5 мегапиксельную камеру, фотографирует достаточно неплохо, четко и быстро. Приложения здесь преобладают, конечно, приложения от Google, Google Chrome, Dropbox, плей игры, плей книги, плей маркет, плей музыка, плей пресса, плей фильмы. Также здесь идет планер от Samsung, в принципе, сейчас во всех продуктах, календарь. Также переводчик, также интересная функция управления телефона S-Voice, голосом. Также Samsung приложение, Samsung Link. Также имеется диктофон, калькулятор, диспетчер файлов, плеер, радио. Радио здесь тоже очень неплохое. Единственное, что хотелось бы напомнить, что наушники здесь являются антенной. Давайте посмотрим, сколько касаний поддерживает данный дисплей. Итак, трехпальцевый мультитач. Ну, в принципе, для игр это вполне достаточно. В среднем там три пальца. Ну и для других приложений, я думаю, что более чем. Посмотрим, что нам покажет Antutu менчмарк, какие характеристики. Итак, смотрим. Модель Samsung SMG386F, операционная система 4.2.2. Модель процессора ST Ericsson L8540. Модель графического ускорителя PowerWare SGX 544MP. Разрешение дисплея 540-960. Задняя камера 5-мегапиксельная. Память устройства, как мы говорили, 8 доступно, чуть более 5. Оперативной памяти 1 гигабайт. Процессор двухъедерный. Частота до 1200 МГц. Плотность пикселей 240. Фронтальная 0.3. Датчики направления, приближения, магнитный компас, датчик дистанции. И, в принципе, на этом все. Протестируем. В принципе, аппарат произвел очень неплохое впечатление. Достаточно яркий дизайн в белом цвете. Хорошая, опять же, удобная задняя крышка, на которой не скользит. Раньше, все-таки, когда глянцевые были, были скользкие. И, в связи с этим можно было уронить его. Достаточно неплохой дисплей. Очень неплохая камера. Что еще хотелось отметить? Улучшилась батарейка 2100 мАч. Появилось получше изображение, поскольку здесь и плотность пикселей побольше стала. И разрешение. Сейчас посмотрим, что нам покажет тест. И после этого посмотрим с вами YouTube. Посмотрим качество звука, громкость его. И еще раз проверим цветопередачу и углы обзора данного аппарата. В принципе, очень неплохое впечатление. Опять же, сейчас все основные операторы переходят на стандарт LTE. Так как интернет прочно в нашу жизнь входит. Особенно, когда мы в пути, в движении. Когда он действительно нужен, необходим. LTE нам поможет быстрее скачивать в любимые приложения, музыку, фильмы и так далее. Я думаю, что это вполне очень необходимая и востребованная функция. Которая в будущем без нее, как бы, то, что 3G явно не хватает. Так что, я думаю, это будет востребовано. Сейчас будет тест у нас 2D графики, цветопередачи. Технологии SPY, конечно, TFT, но посмотрели с другими. Очень качественное исполнение. То есть, видно хорошую цветопередачу. Также достаточно неплохие. Даже бы сказать, прекрасная для TFT матрицы углы обзора. Очень неплохо. Итак, 12.098. Ну, в принципе, неплохой результат. Для игр, я думаю, вполне более чем достаточно. Отлично пишет Амандуду. Давайте посмотрим YouTube. Еще обращу ваше внимание, несмотря на то, что он при этом еще качает, что-то выполняет. Мы спокойно проводим тест, спокойно ладим в YouTube. Не скажу, что это как бы сильно нагружает машину, но многие зато как бы немного притормаживают. Как видим, здесь никаких проблем нет. Громко здесь хорошее уже, чувствую, как динамик вырабатывает вот здесь. Прекрасно цветопередача. Как я уже говорил, с хорошими углами обзором. Динамик сильно громкий. Конечно, просто проверяешь. Небольшой громкостью тюны. В большинстве высокие частоты увеличивают. Но это большинство телефонов, поэтому я считаю, что это не прописано. Потому что для звонка главное, чтобы его услышать. Прекрасный дисплей. Без своей технологии. Для тех пор очень хорошего угла обзора. И хорошее быстродействие. Быстро сворачивается. Все как бы, никаких таких тормозов или еще что-либо в этом роде. Далее мы с вами посмотрим игрушку. Первую я, как обычно, с собой серфер. Здесь мы с вами смотрим, как быстро реагирует на нажатие тачскрин. Управляя персонажем. Сейчас мы с вами посмотрим. Ну, как видим, картинка не квадратичная. Хотя игра здесь, конечно, не блещет графическими языками. Но, тем не менее, глаза не режут. Ну, как видим, персонаж четко слушается. Так мы направляем. Проблем с нажатием здесь должно возникнуть. Прекрасно. Ну, и в заключении посмотрим, как будет выглядеть здесь асфальт 8 от компании GameLoft. Насколько будет он покрасиво смотреться. И как будет все держать смартфон. Такую нагрузку, поскольку игрушка действительно красочная. Красивая, интересная. И при этом с хорошими спецэффектами. Интересным сюжетом развития гонок. Поэтому, конечно, любопытно. Сказочно быстро загрузился. Более мощный телефон. Гораздо дольше обрабатывает это все. Смотрим для первого раза. Какая-то более заглаженная работа благодаря, наверное, процессору оперативной памяти. Ну, все-таки приятно смотреть, что он шустро выполняет задачи. Быстро сворачивает окна и сворачивает их. Выглядит очень симпатично. Мы видим тормозов никаких. Опять же, хочу отметить неплохую прорисовку. Очень понравилось, как работает здесь обработка движения телефона. Датчик, помешивание. Машина чувствует все малейшие повороты. Дисплея. Никаких неприятных сюрпризов вам не должно. Выглядит все очень красиво. Спецэффектами. Мы видим. И опять же, легко сворачивается и возвращается на рабочий стол буквально за секунду. И так, очень неплохая модель. С неплохим дизайном. При этом 135 грамм. Очень мне понравился. Несмотря на ТФТ-дисплей с хорошими углами обзора и качество светопередачи. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте, задавайте вопросы. Всего вам доброго, удачного дня. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok